Здарова агенты Валорант с вами Арти и перед началом ролика я хотел бы вас поблагодарить за активность под предыдущим роликом очень много комментариев по поводу ключей очень много вопросов старался максимально на все ответить кстати если не смотрел ролик посмотрю будет в описании сегодня я хотел бы поговорить по поводу финансовой составляющей нашей игры по поводу магазина по поводу игровой валюты которая здесь тоже есть если кто-то не знал по поводу боевых пропусков которые тоже есть о которых но не все мне кажется задумывались так у нас есть задание которое прибавляет нам опыт есть контракт агентов каждый контракт это по сути маленький battle pass для агента поэтому по факту в игре battle pass уже есть то есть выбирая какого-то агента мы можем активировать на него battle pass нажав на эту кнопку то есть пока она активна все квесты все весь опыт выливается именно в этот контракт нажимаем посмотреть контракт и видим награды которые нам выдадут в итоге по прокачке то есть тем самым мы открываем героя в первом разделе то есть прокачивая вот эти все пункты доходя до пятого уровня нам открывается герой если закрыт а второй раздел это эдакий мини battle pass для каждого героя где мы можем получить брелок граффити звание и собственно облики наружи бесплатно то есть по факту в игре battle pass уже есть и они бесплатные называется не здесь контрактами но но нам обещают ввести battle pass то есть battle pass скорее всего будет но он отдельно будет покупаться за вот такую вот донатную валюту вот поэтому ждать его в любом случае стоит далее есть вот такие вот очки радиан points называется их также можно покупать за донат либо просто формить в этих самых контрактах но пока их только можно формить в контрактах вот они нужны для того чтобы открывать скины для оружия и смотрите вот у меня допустим куплен оператор скин он изначально вот такой вот чтобы прокачать остальные вот эти вот скины то есть нужно потратить потратить те самые radiant point 15 за каждый скин то есть это на самом деле это очень дорого на самом деле это очень дорого но такая возможность есть и скины в принципе годные я вот себе вот этот крыл хочу очень вот этот открыть то есть мнение разработчика по поводу того что будет по поводу визуал а вы сейчас это все послушайте сделать определенные выводы если честно сложно сказать сейчас потому что но буду откровенен косметический контент который будет очевидно в игре это но не последнее над чем мы думаем но это явно немножко сейчас задвинута по приоритетам по сравнению с проблемами то не знаю вместимости серверов тем же сам твич дропсами и прочих вещей для нас в первую очередь важно чтобы люди могли играть в игру а потом уже платить нам деньги как бы это не звучало социалистически если правильно помню тот вопрос там шла речь о сравнении с лига легенд и контекст был такой что мол в лиге можно практически любой скин получить бесплатно а здесь сейчас такой возможности не и если товарищ который задал этот вопрос я прошу прощения их себе записывал но не выписал имена тех кто задавал знаком с лига легенд то он наверное знает что раньше не было такого и раньше в лиге все было тоже за донат можно было получить какой-нибудь один бесплатный скин за подписку на пока или в фейсбук и все вот и я это парадигма менялась мы делаем игры которые живут я могу это сказать десятилетиями лиги легенд стал уже 10 лет больше чуть десяти лет мы надеемся что варан будет такой же вот а это значит что никогда не говори никогда понял возможно это все появится вполне возможно будет более щедро чем в лиге а может быть и нет здесь сложно загадывать сейчас слишком ранняя стадия ответа также момент по поводу лутбоксов в игре лутбоксов в игре скорее всего не будет есть также ответ разработчика по этому поводу я вам сейчас его включу но собственно он и так понятен по ряду причин этих лутбоксов не будет будет система как в лиге легенд то есть мы сможем либо покупать скины за донат либо за премиальную валюту открывать какие-то рекалоры скинов лутбоксы в компьютерной индустрии в обычном своем понимании извратились достаточно в нездоровые пони ну нездоровую такую природу там были большие скандалы по моему в star wars battlefront был прям такой нехилый скандал с футбоксами есть большие там серые рынки черные рынки лутбоксов связаны с другими играми есть психологическая проблема у некоторых людей которые не могут перестать покупать лутбокс и очень часто это молодые люди вот есть некоторые правовые ограничения в разных странах там европе например это стоит остро у нас в компании всегда подход к монетизации было достаточно либеральным мы любим своих игроков вот и мы любим делать так чтобы они платили нам с удовольствием это будет честно ответить вот поэтому мы любим предлагать им честные не знаю лутбоксы как например хикстэковый сундуке в легенд который представляет собой по сути скидку в обмен на рандомность какого-то образа здесь в варанте мы пока не планируем вводить никаких лутбоксов мы планируем обойтись прямым классическим наборами и боевыми пропусками и вот последняя концепция нам кажется наиболее современной наиболее здоровый когда ты можешь получать контент какой-то уникальный контент часть усилий для части получения которого ты будешь донатить а для части будет и будешь упадать но просто в игровое время она видится это максимально комфортно сейчас для игрока в 2020 году но как и ранее это все еще может измениться так что давайте не будем загадывать на слишком ну и чтобы подытожить этот короткий ролик получается что у нас есть боевой пропуск на каждого агента который идет бесплатно называется он контракт боевой пропуск мини боевой пропуска по факту уже есть но добавят еще один донат на это инфа вообще сотка прям также по итогу у нас не будет лутбоксов будет боевой пропуск и будут реколоры которые формятся внутри игры как в лиге легенд также не исключается возможность получения скинов за подписку на их каналы youtube twitter и все остальное то есть скорее всего это в будущем тоже добавят поэтому такой у нас короткий ролик получился но информативный надеюсь он вам понравился про ключи если ролик не смотрели можете посмотреть я надеюсь он вам тоже был полезен и спасибо вам всем за просмотр а